Вероника студентка политеха. По иронии судьбы осталась в общежитии в Барнауле. Сама она из Казахстана, если ситуация с пандемией затянется, обратно в Россию ее не пустят. А учиться надо. Говорит, изучать предметы онлайн даже проще, чем в аудиториях. Ведь ты сам себе хозяин и самостоятельно планируешь график сдачи заданий. Сложнее всего для Вики настроиться на учебу. Ставить себя начать учиться – это самый большой минус. Я просто и пыталась вставать пораньше, чтобы проснуться, походить, покушать. Потом точно заставлю. Ладно, посмотрю одну серию, потом точно буду учиться. И вот как-то так. Потом сажусь, как к вечеру. О том, что организовать себя на учебу сложно, даже если ты не в стенах общежития, а дома, делились с нами и студенты других учебных заведений. Но просто учеба – это цветочки, на носу ягодки. Сессия. Уже на следующей неделе она должна начаться у выпускных курсов. А вузы по-прежнему закрыты. Пока до 30 апреля. Декан факультета информационных технологий Александр Авдеев заверил, что сложностей в этой ситуации возникнуть не должно. Либо это будет выслано задание, и через какое-то время студенты отчитываются, либо это будет просто большая работа, которую нужно дома сделать. И согласно расписанию студенты будут это выполнять и в дистанционном режиме сдавать. И точно так же дистанционно преподаватели будут заполнять ведомость. То есть сессия уже у четвертого курса точно пройдет дистанционно и, я думаю, пройдет успешно. Что касается защиты выпускных работ, если карантин продлят до лета, защиту тоже переведут в онлайн. Поэтому, в принципе, никаких сложностей здесь мы не видим. Тем более в режиме защиты очень легко показывать свою презентацию, списать откуда-то нельзя, потому что вопросы все звучат вживую. Поэтому тут мы, в принципе, я считаю, если мы как бы уладим некие вот бюрократические вопросы с тем, как это по бумагам должно происходить, и нам разрешат проводить в таком режиме, я думаю, мы полностью готовы уже сейчас защиту в таком режиме провести. В Алтайском классическом университете тоже планируют, что экзамены студенты будут сдавать дистанционно. К тому же, говорят, подобное здесь не в диковинку. Такие уже прецеденты были у нас в том году. Защищался студент с Франции в дистанционной форме. Ну, если в этом году все-таки решат, что будем так сдавать дистанционно, значит, будем дистанционно. Так что с онлайн-учебой и студенты, и преподаватели пока смирились. Но и те, и другие отмечают. Главный минус дистанционного обучения – отсутствие живого общения. Не хватает открытых дискуссий на лекциях и легкого волнения в очереди на зачет. Никита Ермаков, Николай Шелко, Илья Халяпин. День с толком. День с толком.